На днях видел в фейсбуке большой пост нашей с вами общезнакомой Ольги Геннадьевны Родионовой, посвященной трагической совершенно гибели светской львицы, как было обозначено. Вы в курсе вообще про эту историю? Да, я даже участвовал в передачах уже по этому поводу. Я был знаком немножко с ней. Вы напомните мне фамилию, потому что мне эта фамилия ничего не сказала. Фамилию хотя бы супруга, который... Его фамилия Фавлов, по-моему. Не важно, я думаю, что все слышали. Яна, да. Как часто вообще разводы в этой среде, ну, скажем так, в среде олигархов лайт, заканчиваются гибелью суженых женщин? Или это первая история такого? Нет, это редкость, конечно. Другое дело, что моральное падение, конечно, присутствует полным ходом. И часто встречается время от времени. А вот гибель нет. На моей памяти это второе, третье. У нас когда-нибудь, все-таки вот там мой тезис, что мы больше восток, чем запад, по менталитету. У нас когда-нибудь будут западные стандарты в этой отрасли, когда женщина может отсудить всегда половину, независимо фактически от обстоятельств развода? Честно скажите, вы знали? Вы готовились к интервью? Нет, 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 что? Я ничего не знал. А, расскажу. Вот уже год, как у меня появилась совершенно замечательная подруга. Вот мы не разлей вода. Ее зовут Юлия Барановская-Аршавина. Не знаю, вы слышали о ней? Ну, конечно. Это достаточно шумная история. Там очень много задействовано лиц самых разных. Да. И вот мы просто не можем расстаться уже год, и мы с ней вдвоем решили попробовать поменять законодательство в нашей стране. Но только в этом аспекте, да? Сейчас расскажу. Два аспекта у нас. Первый, мы решили попытаться доказать всем, что можно приравнять сожительство, это Юлина слово, к так называемому гражданскому браку, что, в общем, неверно по определению, потому что сожительство точнее. А это разве не синонимы? Вот гражданский брак, на самом деле, это брак официальный, но не церковный. Потому что гражданский брак – это акт гражданского состояния, это гражданский брак. Просто у всех в голове гражданский брак – это когда они регистрировали. Да, это сожительство, это, да, незарегистрированный брак. А на самом деле Юлия вот нарочно употребляет слово сожительством, оно острее, хуже, противнее, но это так. И мы считаем с ней, что если люди прожили вместе энное количество лет, то не должно быть никакой разницы между браком зарегистрированным и сожительством. Это первый наш постулат. Второй, и не менее важный, мы считаем, что, знаете, вот сегодня, если вы придете в суд на развод, то судья спит. Есть масса анекдотов по этому поводу, просто абсолютно совершенно… Расскажите хотя бы один, чтобы я понял. Что, что? Хотя бы один, вы говорите, масса анекдотов есть. Расскажу. Да. Сейчас договорюсь, расскажу, да. Значит, судья спит, и ее или его судью совершенно не интересует, почему распалась семья. Мы считаем, что государство, в общем, любое, в частности, наше, стоит на таких маленьких ячейках, которые называются «семья». И если семья распадается, то государству нанесен урон. Поэтому человек, который виноват в том, что семья развалилась, должен каким-то образом за это отвечать. А как можно отвечать? Только деньгами. Поэтому если сегодня, когда люди расходятся, они должны делить имущество 50 на 50, как это написано в законодательстве, то в случае, если будет доказано, что виноват он или виновата она в том, что брак развалился, судья должен принимать другое решение. 30 на 70, 60 на 40, как угодно. Но в зависимости от того, что произошло. Приведу вам один пример. Я когда-то давным-давно был женат. В Америке. Недолго. И очень по-дружески. Что значит по-дружески? Это фиктивный брак, что это? Это не было фиктивным браком, но мы больше дружили, чем семью. Просто поженились, потому что были молодые, и нам было хорошо. И когда мы разводились, мы пришли к нашему же приятелю, адвокату. Который нас знал как облупленных давно. И он говорит, ты знаешь, ты всю жизнь будешь Женьке платить 40% со своего дохода. Я говорю, почему я должен ей платить? Он говорит, потому что когда ты учился, она работала. И по закону штата Нью-Йорк считается, что это она сделала из тебя человека. Поэтому пока она не выйдет замуж, ты должен ей платить 40%. Что нас натолкнулось, Юли, на мысль о том, что должно быть введено еще понятие алименты для неработающего человека, который жил в семье. Если вы содержали семью, неважно, это она или он, а она нянчила детей, она следила за домом, это была ее работа. При разводе, я считаю, что нормально ввести понятие алименты не только для детей, а для человека, который содержал семью и не работал. Вот такие три постулата у нас, за что мы начали биться. Не политкорректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Ну да. Раз牛. Раз드� an об PhD. Это жилы для extrêmementooooy. Разгрatus 24. Продолжение следует...